Хэштег MeToo или ЯТоже. Так в социальных сетях жертвы сексуальных домогательств рассказывают о своем печальном опыте. Волна признания докатилась и до Латвии. Анастасия Дьяконова расскажет подробнее. Все началось с публикации 5 октября в издании The New York Times. Журналисты провели расследование и выяснили, что известный американский продюсер Харви Вайнштайн домогался некоторых актрис, среди которых Анжелин Джоли и Гвинет Пелтро. Вайнштайн работает с такими режиссерами, как Квентин Тарантино и Вуди Аллен. После первой публикации стало известно, что его жертвами сексуального домогательства могли стать и другие актрисы. Ну а три дня назад в интернете в Твиттере появилась запись еще одной актрисы Алиса Милана. Она написала, если вы также стали жертвами сексуальных домогательств, то ставьте хэштег MeToo или ЯТоже. На ее призыв отозвались тысячи человек по всему миру, в том числе другая Алиса – Зарыня. Она написала статью на портале Сатори, где девушка рассказала, ее ни разу не насиловали, но она трижды становилась жертвой домогательств. «Я просыпалась на ночном пароме с рукой неизвестного пьяного мужчины в моем бюстгальтере. Не понимала, что надо скопить денег на частную каюту. Однажды заснула ночью в автобусе, а проснулась с чужой рукой между ног. Очевидно, вообще не надо спать в общественных местах». «Я с вами говорю и думаю, не увидит ли это бабушка с дедушкой. Все хорошо со мной, я написала лишь о некоторых случаях, кое о чем умолчала, потому что не готова говорить. Но то, что я описала, происходит со множеством женщин». Этой историей уже поделились десятки людей. Девушка не ожидала такого интереса, как и таких комментариев. «Я немного удивлена. Я знала, что будет негативная реакция. Но первое, что было, женщины сами виноваты. Не надо ходить с декольте. Мужчины – животные. На что у меня вопрос. Если они животные, может у них право голоса отнять? Я не понимаю, как можно так защищать с такими аргументами». По словам Илуты Лаце, главы Центра Марта, всегда есть те, кому ты можешь не нравиться. Но это не оправдывает насилие. А акция «Ми-ту» показывает, насколько актуальна эта проблема в Латвии. Чтобы, например, избежать домогательств на работе, Лаце предлагает обсудить это с коллегами и составить кодекс поведения. То, что об этом заговорили хорошо, считают и в полиции. Но в признаниях женщин зачастую нет состава преступления. «Ответственность за сексуальное насилие уже предусмотрена. С 1 января Нового года вступит в силу поправки, которые предусматривают ответственность за преследование. Но домогательство на работе или преувеличенное оказание знака внимания чаще к этому не относятся». Полиция отмечает, зачастую случаи домогательств, кроме места работы, происходят в увеселительных местах, где оба участника конфликта употребляют алкоголь. И доказать, был ли факт приставания, очень затруднительно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова